Привет всем уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами поговорим о коррупции. К сожалению, в Литве она тоже есть и даже есть ее символ золотой туалет. В России символом коррупции, наверное, можно называть стадион за 41 миллиард рублей или Керченский мост. В Украине даже есть музей коррупции, в котором я тоже, кстати, был и есть ролик на канале у меня про музей коррупции. Бывшая резиденция Януковича. А в Литве вот золотой туалет, но мало кто на самом деле про него слышал, знает. По иронии судьбы, туалет находится в городе Каунасе. Местные жители, конечно же, о нем слышали и знают эту историю, историю, которую сейчас я вам расскажу. Золотой туалет в старом городе недалеко от Каунасского замка был поставлен администрацией города осенью 2008 года. Туалет контейнерного типа городскому бюджету обошелся на то время в полмиллиона лит, 153 тысячи евро. В этом моменте важно напомнить еще об одном обстоятельстве. 2008 год – это год, когда произошел всемирный кризис. Цены на недвижимость рухнули. За два года, допустим, до этого в Висагиносе квартиры продавались даже под 35 тысяч евро. Люди до сих пор выплачивают кредиты по этим квартирам. И вот обрушился рынок, цены упали буквально в 10 раз. И на фоне всей этой ситуации, которая творилась, поставили туалет за полмиллиона лит. Это просто бешеные деньги, и плюс еще его содержание в каждый месяц обходилось в 5 тысяч лит. Это примерно чуть меньше полторы тысячи евро. Позже обстоятельствами покупки обеспокоилась правозащита. Проведя досудебное расследование, выяснилось, что стройка этого объекта была незаконна. Три года шло следствие, в котором обвинения по статьям хищения имущества, злоупотребления, подделка документов были предъявлены 12 людям, служащим самоуправлением и представителям организации строительства туалета ТК Спрендимы. По итогу 7 человек оправдали, одному дали условное заключение и только 4 реальный срок, равный 1 году и 4 месяцам. Этими людьми были директор департамента городского хозяйства, руководитель отдела коммунального хозяйства, директор фирмы ТК Спрендимы и руководитель отдела службы городского порядка. В феврале 2019 года служба Кауновского самоуправления приняла решение убрать туалет. По словам представителей власти, строение туалета уже устаревшее, проживевшее, часть его оборудования сломана, а эксплуатация туалета представляет опасность. После оценки имущества выяснится реальная цена золотого туалета. Остаточная ценность с износом туалета равна 15 тысячам евро, за которую и должен был быть продан туалет с аукциона. Это в 10 раз меньше, чем первоначальная сумма. В мае 2019 года золотой туалет убрали. В начале 2019 года неподалеку у подножья Кауновского замка работает отремонтированный общественный туалет. По словам самоуправления, туалет значительно отличается от своего предшественника. Для мужчин оборудован писсуар и две кабинки. Для женщин пять кабинок. Еще одна кабинка для инвалидов. Посещение туалета стоит 29 евроцентов. Оборудование нового туалета обошлось в 59,4 тысяч евро. Почти в три раза дешевле, чем стоил золотой туалет. По опросам службы специальных исследований, по мнению жителей страны, коррупция четвертая проблема после маленькой зарплаты, постоянно повышающихся цен и эмиграции. Большинство жителей Литвы, 61%, уверены, что взяткой можно решить проблемы. Однако за последние 10 лет взятку стали давать в три раза реже. Самая большая вероятность встретиться с возможностью вымогательства взятки остается в городских, районных и республиканских больницах. Главврачи говорят, что свободных палат нету. Врачи на местах, что прием строго по записи. Работники техосмотров, что машина непригодна для эксплуатации и так далее. Но все эти проблемы можно просто решить, заплатив на месте, то есть дав взятку. Люди сразу начинают работать. Места в больницах появляются, а приемные часы увеличиваются. Золотого туалета нет уже больше года. Однако мышление людей обогатиться, воспользовавшись своим служебным положением, по-прежнему живет еще в головах людей. Почему? Если есть возможность украсть, то обязательно украдут. Или, быть может, все четыре проблемы, которые я упоминал выше, тесно связаны между собой. Низкие зарплаты, постоянно повышающиеся цены и, как следствие, иммиграция и коррупция. В чем причина? Пишите свое мнение в комментариях. В любом случае к теме коррупции мы еще вернемся в следующих роликах. По крайней мере, еще будет ролик про литовский национальный стадион, который, кстати говоря, возможно, и не был построен до конца из-за той же коррупции. Литва единственная страна, у которой нету национального стадиона в Европе и в бывших странах СНГ. Это тоже интересно, но об этом в следующем ролике. Это был ролик про золотой туалет. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok